всем привет сегодня протестируем samsung galaxy s 20 фан-эдишн на exynos 990 насколько упадет производительность при тесте в эту пять раз подряд вот одна из на лучших оценок который меня выходил это пятьсот шестьдесят две тысячи баллов в принципе сейчас покажу более детально эти показатели среднем процессор на exynos 990 немножко выше температура нежели на snapdragon 860 это аналог в принципе все боятся братных потому что он нагревается и начинает рот лить при больших нагрузках в принципе в пользование вообще телефон не тупит я лично могу подтвердить что им его использую с 20 фена exynos 1090 поэтому решу попробовать протестить пять раз подряд в тату данный смартфон поэтому вот одна из на лучших оценок вот был нагрев до 38 градусов на во время этого тестирования и теперь запускаем новое тестирование и пять раз подряд я само тестирование ускоряю в десять раз чтобы не тратить это напрасно время первый прогон в antutu показал 525 тысяч 931 балла вот такая нагрузка и получилась температура 37 36 градусов запускаем второй круг погнали второй круг показал 488 тысяч 634 балла температура возросла практически до 40 одного градуса запускаем третий круг третий круг показал 433 тысячи 167 баллов еще получилось проседание по мощности и температура возросла до 43 градусов запускаем 4 круг четвертый круг показал 424 тысячи 497 баллов проседание уже не такого значительно с предыдущим кругом с третьим температура в среднем 44 градуса запускаем пятый круг погнали добавляем тщесно в темного 4 пятый круг у нас отображает 413 125 баллов при температуре 44 43 градуса но процессор может нагреться до 60 градусов в этом можете увидеть в целом что можно сказать о телефоне 560 с копейками тысяч баллов набирал одна из наибольших оценок и по сути с каждым разом идет проседание в принципе на третьем кругу опустилась до 430 тысяч из третьего круга уже проседание незначительно по сути тысяч на 10 за один результат целом смартфон тестировался порядка 40 50 минут подряд им то что можете видеть процессор может нагреваться примерно до 60 градусов но телефон в чехле это не так сильно ощущается как может вам показаться в целом телефона пользуюсь лично и на эйсенос у меня нареканий абсолютно нет никаких единственное что стране со снайп драгоном скорее всего меньше держит заряд быстрее разряжается то что в ощущении практике может сказаться на использовании это лично мое мнение если вас есть чем дополнить пишите в комментариях подписывайтесь на канал и оценим видео материал пишите ваше мнение в комментариях если у вас на снайп драгоне будет интересно узнать вашу точку зрения до новых встреч всем пока